Время Отца и Сына и Святого Духа Не дня, а три года провел за этими правилами Книгу правил, самая древняя, которая была еще до Никона Сравнивал, смотрел, задают цифры Сколько правил, не знают С разными декретариями Юстиниана 989 Это Иосифов, он не знает этого Сколько действующих правил, я отвечаю 719, 718 Тут колебнется из одного правила, где говорится, какие книги канонические Из них 413 нарушаются Но цифры эти люди получают, а где цифры-то эти вы взяли? Я поясняю Вопрос 4051 Это книга «Открытым оком», 30-й том Игнатий Лапкин, это мои книги Вопрос Из каких цифр получается, что в патриарших храмах То есть Московской патриархии Нарушается 57% всех правил И кто это высчитывал, и как? Это мне вопросы в университете задают люди По радио Ответ Более 20 лет тому назад В 1992 году Я много занимался этим вопросом Когда я был в Джордан-Вилле в США И рассказал об этой наработке То они тут же попросили дать эти выкладки Так что мне пришлось сделать запрос домой В Россию Чтобы прислали эти материалы Для их публикации там, в США Что же видим ныне в Русской Православной Церкви? Вот наглядная картина Того опустошения Церкви Которая усиленно насаждается ныне Насаждается умышленно Непонебрежности Обмерщается и разваливается Церковь изнутри Путем пренебрежения соборных правил Вопреки Слову Христа Сказавшего Матфея 7, 13, 14 Входите тесными вратами Потому что широки врата И пространен путь, ведущий в погибель И многие идут ими Потому что тесны врата И узок путь, ведущий в жизнь И немногие находят их Сегодня священники Отбросили постановления соборов И святых отцов И распахнули двери церкви Шире врат адовых И смешали святое с беззаконным И нет попытки отделиться от народов К закону Божию Нееме 10, 28, 29 Не отделяюсь священное от несвященного Левитам 10, 10 Иезекииля 22, 26 И без священного писания И святых соборов Сделали все мы слепыми Под водительством слепых вождей Матфея 13, 14 Плащ 347 Ужас и яма Опустошение и разорение Доля наша Ибо оба упадут в яму Это из другого места стиха Батюшка и прихожанин Яма это ад Вечная смерть Отлучение от Бога Если за нарушение Даже одного правила Соборов и святых отцов Епископ, священник или дьяхон Извергается от сущего сана А мирянин отлучается То что будет со всеми нами Если нарушается 413 правил 718 действующих Теперь я поясняю Откуда эти цифры Около 11 посланий Правил В виде приветствий Напоминаний Эти временные правила Не берем в счет ныне Там говорится Епископу Кордувию Но он умер Его нигде нету И потому берем Только указующее правило Есть правила местного характера Временные Направленные к какому-либо лицу И таких правил 94 Считая правила толкования Стихов Библии Итого Остается разрешительно запретительных По которым и должна Регламентироваться Устрояться жизнь в церкви 718 Вот откуда эта цифра Из них явно Сегодня нарушается 413 Вот первую цифру я объяснил Она иногда 719 Нарушается 413 То есть 57% Откуда Где на каких дорогах Можно ездить Нарушая 57% правил Чтобы не погибнуть Ни на земле Ни в воздухе Ни на воде Ни под водой Нигде Но по мнению Сегодняшней иерархии Видимо возможно это Где В русской православной церкви Московского патриархата Вот так это можно увидеть наглядно Поясняю Вот здесь где будут Эти цифры Первая цифра Это количество правил Вторая цифра Сколько правил нарушается Вот это вот И третья цифра Временное правило Так Апостольских правил 85 Из них нарушается 41 Но временное 2 Правило Дионисия То есть это правило Считаем Раз Два Три Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Десять Одиннадцать Двенадцать На тут тринадцать Вот Это правило Святых Отцов Вот сколько из них Пожалуйста смотрите Я не буду перечислять Это нарушается Правило Василия Великого 92 78 Нарушается Ну что они доказывают Григорий Анисков Правил восемь Все восемь нарушаются Меня спрашивают Какие правила Ну тут уже легко показать Потому что Конкретно Какое правило И в чем нарушается Эти данные У меня были Сожженные Две огромные кучи В краевом суде Во дворе сожгли Это мне сказали Куда дели У меня изъятое То что не пошло в обвинение Они назад не возвращают Вот пожалуйста Геннадий Одно правило Оно и нарушено Тарасия Святого Точно так же Но есть еще Правила апостола Павла И Петра и Павла Их я не знаю Даже сегодня Их просто выкинули Из книги правил И правила всех апостолов Их тоже выкинули Вот эти вот Три пункта Вот эти вот Правила Их нету сегодня В книге правил Но они были В донихоновских изданиях Патриарха Иосифа Я даже их учел Итого 290 правил 184 нарушаются 23 временные Нарушается 65 правил Святых Отцов Церкви Только об отцах Дальше Вселенские соборы Первый Вселенский собор Второй Третий Четвертый Пятого нету Шестой Седьмой А где пятая На пятом Вселенском соборе Гремели мечи Епископы под скамейками прятались Вот так принимались На таком уровне Это Майдан был свой Страшный Майдан При соборах Вот Второй Вселенский собор Заходит император Констанции Руку на меч Камон Это я Вот и все и делайте Как хотите Сын Константина Великого А Константине-то Сколько неправды пишут Биографии его Как он любил Бога Как он желал Принять крещение До самой смерти Был не христианин Не крещеный До крещения христианин Не бывает И крестил его Перед смертью Еретический епископ Сегодня это все Замазывается Мы плывем В океане лжи Это надо все Разгрести И показать Какие он мог Правила Принять Новую Константина Была добрая мысль Не надо воевать Ну мирно За столом Рассуждайте Православные Когда пришли К власти Они первым делом Потребовали Арестовать всех еретиков Кого куда Вечную ссылку А потом Сами пошли И теперь Ну вот Тут правила Это надо посмотреть Я их не буду Цифры называть Вот Шестой Вселенский Собор Два правила Шесть Нарушается Десять Временная Седьмой Вселенский Двадцать два правила Нарушается Девятнадцать Ну теперь Определите Какие нарушаются Чтобы понять Какие правила Нарушаются Это правило Нужно читать И знать Церковную жизнь Церковную жизнь От патриарха До низу В алтаре И наружу И у дверей С вешалки Театр Начинается Нарушается Пятьдесят семь Правил Процентов Вселенских Соборов Поместные Соборы И вот они Перечисляются Девять Поместных Анкирские Двадцать пять Правил Временные Итого нарушаются Нарушаются поместных соборов. Итак, из 813 правил 94 временные, это святых отцов и соборов, остается 812 и 94, 718. Из них нарушается, я показываю сколько, святые отцы, вселенские соборы, поместные, это 413, то есть 57% всех правил. Я ответил на вопрос. Дальше даю разъяснение. Не нарушается, может, лишь правило, соблюдающее неприкосновенность с канонической, в кавычках, территории, власть епископов. Но и это все под сомнением с 1927 года. Большинство правил касается духовного врачевания, наложения эпитемии, которые ныне совершенно отвергли пастыри. Отвергли, как будто их нету. Хотя Слово Божие гласит, все мы находимся под эпитемиями. Серахов 9.6. Иоанн Златоуст грозно предупреждает, что если священник допускает до причастия без эпитемии, он губит из себя и того, кого допускает. Вот наши священники это прослушают. У них, я знаю, какая реакция. Ненависть ко мне. Они сразу тут дворки наподцепят псевдоправославность, сектант, еретих. Это сегодня вы можете говорить. Но на суде Божьем вы не будете этого говорить. На суде вы убеете ни одного, ни двух, а 1500 епископов. Это столько участвовало в соборах. 1500? И ты, маленький попик, что ты язык высовываешь на кого? Вы не православные священники, потому что воюете против канонов, против Библии. Истинно православных священников можно их по пальцам пересчитать. Страха Божия нет. Нерожденные свыше и неводимые Духом Божьим. Вот главная причина. Поэтому одна ненависть и подсиживание. Деньги, деньги, деньги. Вот почему этот вселенский учитель покаяния вопиял. Лучше тело мое отдам на сиденье псам, нежели тело Христово недостойно причащающемуся. Когда ж и на исповедь по фнутии Боровскому, то колени князя и всех исповедников от страха подгибались. Так поступает добрый пастырь, истинный отец, наказывающий восстановленные святыми отцами мере. Евреям 12.7. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо если какой сын, которого бы не наказывал отец, так кто же посмеет так безумно пренебрегать правилами, данными нам для жизни? Есть ли такие разбойники, укравшие такое неоценимое сокровище? Отвечаем, есть. Это православные патриарх, епископы и батюшки. И таким пренебрежением к пособам показывают, что они не отцы, и овцы им не дети. Евреям 12.8. Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Невозрожденные от Духа Божия, невозвращенные к Богу, не имевшие личной встречи со Христом. Современные служители алтаря, которые страх Божий потеряли или никогда его не имели, не воюют с грехом и не учат тому прихожан. И пытаются себя показать очень добренькими, ласковыми и елейными. Все экономия, экономия, чтобы кого не оттолкнуть. А это иначе свечи мало покупать будут. И хлынули мутной рекой исчадия ада. И дом молитвы превратился в вертеп разбойников. Но есть истинная строгость, согласная с канонами церкви, по слову Василия Великого. Иеретикам не даст случая укорять нас в том, что мы якобы привлекаем к себе попущением греха. Правило шестое Василия Великого. Уровень планки принятия в церковь установлен ныне такой, как если бы на Олимпийские игры отбирали бегунов со скоростью 2 метра в час. Или прыгунов на 1 сантиметр в высоту. Апостол Павел говорит, итак, мы на ресталище, бегите, чтобы получить. Многие бегут, но один получает награду. Эти слова не будут батюшке в церкви говорить. Кто бы ни зашел, все свои. Оглашенно из идите, никто не выходит. Теперь некоторые батюшки эти слова вообще выкинули из литургии. Так это не литургия Иоанна Златоуста. Это вообще не литургия. Оглашенно из идите, и лица оглашенно из идите. Никто с места не двигается. Это просто пустозвонство. А еще двери, двери, премудрость его... Двери, двери, что значит двери? Шторка дергается. Двери, двери означает, диакон обязан пройти и посмотреть, свой или чужой. И после того, как выведут оглашенных, отлученных за грех, двери запереть. Да где это делается-то сегодня? Вот у нас в общине это делается. Все до одного оглашенные выходят, отлученные, как говорят, на замечание. Не захотели не сейпить имю в 10-25 лет, согласно 58 правилу Василия Великого. Заметьте, 58 правило, это я уже узнал. На 7 лет прелюбодея отлучить, забор 10 лет, правило второе. Тогда Господь допустил принять на Руси святой иной закон. И пошли в ГУЛАГ по иной статье, на тот же срок. И опять же по 58 статье Уголовного Кодекса СССР. Весьма болезную, якого правила отечественные оставленные, всякая строго сизнанная из церкви. И боюсь, как бы дела церковные не пришли в совершенное замешательство, когда сие равнодушие мало-помалу будет идти далее своим путем. По обычаю издревле подвергавшемуся в церквах божьих служителей церкви, приемлемы были по испытанию со всякой строгостью. И все поведение их прилежное и следуемое было. То я по необходимости обратился к возобновлению отечественных правил. Кто это говорит? Василий Великий. Правило 89. Оказавшихся виновными в преступлениях, противных правилам, и за сие подвергнутся совершенному всегдашнему извержению своего чина. Вот голубая мафия куда попадает-то. Да Андрея Токураева его в епископы надо производить. А на него кинулись, как псы его сейчас дерут. Только замазать опять. Все мужеложники извергаются навсегда. Навсегда. Он никогда не может быть, не переводить его в Пермь, из Казани, в Рязань. Но правило гласит так. Даже этот мужеложник в этот же день может причащаться. А почему нет два наказания за одно преступление? Вот почему. Потому что согрешивший, просто мужеложник, пройдет там сколько ему положено, 18 лет, и он будет принятый опять в церковь. А священник в свой сан изверженный никогда не возвращается. У него более строгое наказание. Шестой Вселенский Собор, правило 21. Каждое дело наше, когда прямо последует правилам благощиния, не порождает для нас никакого смущения, но избавляет нас от порицания некоторых, паче же приобретает нам и одобрение благомыслящих. Кирилл первое правило гласит. Если по вашей вине погибает одна овца, говорит Златоуст, вам, о священнике, не хватит всей вашей жизни, чтобы загладить вашу вину. Священник, который не учит народ, суть идол. Такие же позлощенные одежды на нем, и также суть безгласен, говорит Василий Великий. Священник, не учащий по правилам, суть антихрист, усугубляет мысль о нем Стридонске. Батюшкам что это? Мимо проходит. Идолами их называют святые отцы и антихристами. Вот оно, нео-идол поклонца, нео-антихристианство, когда усиленно насаждается тьма, когда за 70 лет не было издана, и разве это случайно, ни одного экземпляра книги правил. Ни одного. Хотя сказано, заблагорассуждено такожде рукополагаемого епископа или в степени притча, рукополагающие предварительно довлагают в уши постановления соборов, дабы не отступали, вопреки определениям собора, вы не раскаивались. Карфагенское 25 правило. Собор. Вот это наизусть надо заучить священникам. Вот оно что. Смотри, как оно выглядит. При рукоположении это. Ни одного правила не знает. Я со священниками беседую. Не нашел еще пока ни одного, не считая тех, которые близко с нами знакомы. И не об этом ли плене священников плакал Серафим Саровский. Настольная книга священнослужителей, том 3, страница 601. Что Бог погубит их, не помилует, и это за то, что заповеди Божии заменили своими, распустили вожжи и смешали семя святое с халдеями-египтянами. И невесту Христову, кое одежда беспятная порока, превращает в огол и оголиву. То есть блудных, публичных женщин. Из Экина 29. Совершенно уничтожив разряд оглашенных, которые, в свою очередь, должны состоять из 4 степеней. Вот где это написано. Какие это степени, все. Какие правила. И в притворе задерживать кающегося, не запускать в храм. Кто сегодня может так учить своих прихожан, чтобы не делать из себя идолов, чтобы его слова не принимались, как слова оракула, чтобы все относили к славе Божией. И кто мог бы сказать вместе с Кириллом Иерусалимским, если слова мои не сходятся с Библией, не верьте и мне. Это вольно я даю написать. Написание. Иоанн Златоустый настаивает, чего нет в Библии, о том не рассуждаем. Не рассуждаем даже. А сегодня только о том и говорят, чего в Библии нет. Правило 19 6-го Вселенского Собора запрещает толковать Библию по своему усмотрению, вопреки святых отцов. А одно это правило исполнить уже сотни сект никогда не возникли бы. И да не страждуть ни дугам, ни ведения, но страхом угрожающих наказаний соделывает свое спасение. Христианство это не шутка, учит Иоанн Златоуст. Большая часть священников погибает. И вот архиерейский собор и сколько там епископов. Хоть одного кто-то считает, что он погибший. Да как это так? Да большая часть, больше пополам если разрезать 200, больше стаек будут кипеть в аду. Согласно этих слов. А согласно Серафима Саровска ни один не спасется. Я молился три дня и три ночи специально говорит о батюшках, об архиереях. Помилуй их. Почему он о помиловании просил это современник Пушкина? И вдруг Божий ответ зазвучал не пощежу и не помилую. Такое впечатление, что вообще в то время ни одного спасенного не было. И главное, что Псалом 118, 113 стих вымыслами человеческими заменили истину Божью. Церковь Христова едина. Если бы все святые соборы, святые отцы учили только так, как говорится в книге правил, то кто из тех, кто учит по-иному и широкой дверью впустили мир в церковь и мочение лбов без погружения при крещении человека называет крещением, то не иное ли это есть учение и не разделился ли дом сей и устоит ли иное от святых отцов? Если отметающие все правила оба и пяти пемьях, нынешние пастыри, затоптавшие около 413 правил соборов святых отцов, то есть 57%, и этим мнятся показать себя добренькими, любвистыми, милостями к темному ненаученному народу, то тогда согласно их логике на соборах сидели жестокие и черствые эгоисты, которые написали нам все правила. И всегда говорят, они невыполнимые, никто их не выдержит, неправда. Наша крестовозвиженская община в Барнауле и в Потеряевке Свято-Анфимовска все правила соблюдают. И эти эпидемии по полной программе идут. Ну у нас просто, ну бывает, выпил человек, выпил, был такой он глухонемой, на год отлучается, пост нарушает на два года, но у нас нету нарушителей. Их нету. За аборт на 10 лет, но у нас нету абортниц. Ну в церкви-то посмотрите, о чем тут говорится, на букву Б. Степаненко-то, Максим говорил, так это внутри все это бы развели. И если все же укажет кто-то на поистине проклятую небрежность пастырей, проклято дело Господне делает небрежное, и проклято удерживает меч его от крови, то они сразу же становятся в позу. Не судите. Слово не судите означает не троньте попов. Тут ничего больше не заложено. Побойтесь Бога, ибо тот ли, кто указывает новопиющую небрежность в служении, судит, или вы, посчитавши ненужными 413 правил Соборов и Святых Отцов, которых на всех соборах было более 1500 человек. Это столько святых отцов на всех соборах. 1500 епископов, из которых очень много было канонизировано, как Никола, Чудотворец, Спиридон, Тремифунский, но перечислять их даже не надо. 1500. И ты один что-то говоришь. Это значит тому, что вы их всех осудили, вы осудили, что они ненужные правила приняли, тяжкие и вредные для нас. Третья ездра 1677-17 Если будете исполнять заповеди по велению и говорит Господь Бог, то грехи ваши не будут бременем, подавляющим вас, и беззакония ваши не превозмогут вас. Горе тем, которые связаны грехами своими и покрыты беззакониями своими, это поле, которое заросло кустарником, и через которое путь покрыт терном, так что человек проходить не может. Оно оставляется и обрекается огню на истребление. Вот это поле, это православная церковь, это заросший кустарником полигон сухих костей, как я называю, скотомогильник, даже не кладбище. Бросив за себя каноны, правила собора, священники сделались сетью для доверившихся им, ибо и сами не хотят исполнять эти правила, и хотящих исполнять их к ним не допускают. Книга эта не продается. Если же по твоей вине у священника погибнет хотя бы одна овса, говорит Златоус. Интересно, Златоус говорит, что вот если бы кто-то пришел, который знает нашу жизнь и сравнил ее с канонами, с правилами, со святым писанием, то больших врагов нельзя найти, чем мы. Как будто целью жизни мы поставили одно, воевать против Бога. Это Иоанн Златоус говорит. Я это место могу даже найти и прочитать. Что польза, когда толпы тупо бревут с чаши? Макарий Александрийский, в житии 19 января, видел, что вместо тела Христова, преподаваемой рукой священника, черные эфиопы, то есть демоны, влагали прихожанам уголь в рот. Почему священники об этом не говорят, жития? А все так и считают Мария Египетская каждый год. Прочитайте житие Макария вот этого. Мария Египетская корешки 47 лет копала там ела. Вот что накопали. Причищают не священники, а демоны в храме. И с причастием во рту и оказаться в аду, что ужаснее всего может быть? Как священники литуют, когда я про это говорю. Мне прямо говорят они, вот если бы вы это не написали, никто бы не знал. Вы такую смуту посеяли. Мы крестим, все же вода попадает, можно слюной покрестить, песком, можно песком. Это песочные батюшки. кто родиться от песка и брюхо вернее сказать. Все извратили. Христос обещал быть с невестой своей во все дни до скончания века. И тот же дух, который изрек слова Святой Библии, он же, согласно слову Святых Отцов, дал нам и спасительные правила соборов Святых Отцов. Деяние 5.13. Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. Христос отделил свое стадо, оградил его оградой и законом, канонами. А современные батюшки-архиереи разгородили все и испортили весь виноградник. Яков 4.4. Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Это враги Божьи в храм приходят. Их Крестяста 10.8. Кто копает яму, тот упадет в нее, и кто разрушает ограду, того ужали змей. Ограда это отдельная, как вот, ну, я называю так вот, отдельная, которая полоски железа или штахетина, это отдельные комоны, правила. Убрали их, всякие зверь заходят. Песня Песней 2.15. Ловите нам лисиц, лисенят, которые портят виноградники, и виноградники наши в свете. И вот такое безразличие довело до чудовищной логики, когда весь мир, все безбожники считают православную церковь своей, а себя ее чадами. Не подумают ли люди, что это про патриархию сказано? Вот так. Откровение 17.5. И на щеле ее написано имя втайна Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным. Так называется церковь сектанты. И вот сие притворяется в дело. Плач 5.1. Вспомни, Господи, что над нами совершилось. Призри, посмотри на поругание наше и спаси. Плач 5.21. Обрати нас к Тебе, Господи, и мы обратимся. Обнови дни наши, как древле. Правило 30-е святых апостолов, ащи, которые епископ, мирских начальников употребив, через них получит епископскую церкви власть, да извержен будет и отлучен, и все сообщающиеся с ним, проверяй, какой епископ-то, чтобы вместе с ним не вылететь. Об этом же говорит третье правило 7-го вселенского собора. Все 100% архиереев в патриархии поставлено именно в нарушение этих правил. Их утверждал ЦК и КГБ. Сегодня по-другому немножко. Еще большее количество канонических правил нарушается московской патриархией в результате участия в экуменическом движении и по причине членства во Всемирном Совете Церквей. Открыто еретической организации правила какие апостолов, Владикийского собора, Тимофея епископа Александрийского. Ну кто их нарушает-то? И хотя вопрошающем о столь явном отступлении даются уклончивые обещания, одновременно с этим экуменизм яростно защищается на самом высоком уровне, что подтвердил Архиерейский собор Московской Патриархии 1997 года, считайте доклад собора митрополита Филарета Минского. В последнее время не уменьшается, увеличивается нарушение канонических правил, причем опять-таки не только в личном плане, а на общецерковном уровне, Московской Патриархии, которая касается отношения к богатству и расставщичеству правила святых апостолов, Вселенских соборов, Карпагенского собора, Григория Некисарийского. Вот как я отвечаю на вопрос, откуда у меня вот эти цифры, а сколько правил нарушается. Кому-то это поможет, но враг, он остается врагом. Но я не хотел никого делать врагом. Я просто сказал, если ты православный, то рассуждения твои должны быть только об одном, как не нарушить правила Святой Библии и вот этих канонов, которые Бог дал нам для жизни. А если этого нет, ты уже еретик.